Где петь хору и играть в футбол детям? Когда возле школы сделают дорогу? И как найти управу на шумных соседей? Десятки вопросов первоуральцы задали Алексею Дронову. Встреча депутата с жителями продлилась несколько часов. Что теперь изменится в городе? Расскажем далее в сюжете. Знать многих первоуральцев по имени-отчеству и разбираться во всех вопросах городского хозяйства. Это работа депутата. Жители обращаются к нему с самыми разными проблемами. Жители улицы Энгельса хотят благоустроить свой двор. К лету посадить здесь цветы и создать зону отдыха. Единственное препятствие – сгоревшие сараи, которые уже два года уродуют местный ландшафт. Просто надоело уже на них смотреть. Обращалась во все инстанции, где только я не была. Письма писала, ответы были, но никаких сдвигов нет. В городе везде все красота, а у нас так страшно смотреть. Да и дети ползают тут. Может случиться несчастье. А это школа на Диносе. Каждый день ее посещают тысячи школьников. Правда, тротуара возле школы нет. Поэтому дети ходят по проезжей части, по которой каждый день активно ездят автомобили. А в основном дети занимают всю дорогу. Особенно, если когда почистят это самое снег, то вообще получается, что где идти, идти-то негде. Вот столько лет это существует проблема, а в целом это, наверное, около 60 лет. С этими вопросами жители магнитки Единоса пришли на прием к депутату законодательного собрания. Оказалось, проблемы, которым уже много лет, решаемы. Двор на магнитке очистят от пожарища к Дню Победы. Тротуар возле 15-й школы сделают ко Дню Знаний. Большое спасибо Алексею Ивановичу, что дал такое указание. Спасибо большое. Посеем травку, посадим цветы, может, кусты какие-то нам привезут, и у нас будет красиво. Будут тротуары 1 сентября, День Знаний. Как раз и будет 90 лет образованию на поселке. Я думаю, что город преподнесет нам такой подарок. Здравствуйте. Сделать Первуральск настоящим центром казачьей культуры и уже в 14-й раз провести фестиваль. Этого хотят представители казачества. Дело за финансированием. На несколько дней нужно разместить в городе больше сотни человек из 50 городов страны. У нас самая затратная статья расходов – это как раз проживание участников фестиваля. Алексей Иванович обещал помочь по мере сил и возможностей. Будем надеяться, что не оскудеет рука дающего. К депутату обращаются обманутые дольщики, садоводы и спортсмены. А кто-то пришел с личной проблемой. К примеру, не складывают соотношения с соседями. И тогда деловой разговор сменяют эмоции. Постараемся помочь. И пожалуйста, помогите. Спасибо, не волнуйтесь. Хорошо. Спасибо вам. Люди предпочитают ходить на личный прием, для того, чтобы высказать то, что между строк. Потому что зачастую эти обращения неоднократные. Зачастую в этих обращениях читается какое-то бездействие или непрофессионализм разных органов. Иногда приходится реагировать и повторно обращаться, представляя интересы избирателей. Поздним вечером заканчивается этот прием депутата. Следующий назначен на май. Таисия Пономарева и Евгений Шилов. Новости Первуральск. Субтитры создавал DimaTorzok